Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня мы поговорим про новинки следующего каталога Фоберлик. Сегодня у нас будет рубрика ванна у Светланы, мотивашечка на уход. Итак, поехали. Многие просили показать еще раз карбокситерапию, хотя у меня есть отдельный ролик, просили показать эффект и так далее, рассказать вообще зачем, для чего она нужна, поэтому поехали. Но перед тем, как приступить к самой процедуре, у нас с вами очищение. Здесь первым этапом идет мицеллярочка, моя любимая Вербена, артикул 0987, который отлично справляется с своей задачей, не щиплет глазки и смывает даже стойкий макияж, ну ура. Заодно вам покажу сейчас, как вот эта моя любимая тушь, господи, как же она называется, которая терма, вы поняли, да, в черном флакончике, смывается мицелляркой. Потому что девчонки спрашивали, можно ли ее смыть мицелляркой. Она водой смывается отлично, но и мицелляркой тоже, поэтому показываю. У нас с вами вечерний уход, а карбокситерапию я тоже люблю делать вечером, потому что после нее может краснеть лицо, утром не очень. Вот смотрите, как смывается термотушь, снимается вместе с ватными дисками и мицеллярочкой. Тоже очень хорошо смывается, она сходит такими полосочками, видите, в принципе, практически без эффекта панды, то есть как вашей душе угодно. Вы привыкли умываться так? Умывайтесь так. Вы привыкли под водой? Пожалуйста, под водой. Все, что вашей душе угодно. Вот. И для этого у меня еще есть третий диск. Видите, она такими кусочками, комочками смывается. На лице тона у меня никакого нет, поэтому мицеллярку я использую только на глазках. В этом я ничем не пользуюсь. На лице у меня нет ничего. Вот, видите, достаточно быстро и достаточно удобно и водичкой смывать, и мицеллярной водичкой тоже. Красота. Дальше у меня пенка. Пенка Реноваж, артикул 6784. И мой любимый гаджет – это щеточка Ради Скин Окта. Потрясающий продукт. Кстати, вот сколько уже она у меня? Полгода, наверное, точно. Ну, во-первых, я могу сказать одно, что кожа моя преобразилась. Это несомненно и неоспоримо, потому что здесь очень много процедур. И даже просто, когда с ней умываешься, вот эти вот силиконовые щетиночки, они массажируют кожу. Вот проснулся с утра отекшим, умылся просто пенкой с вот этой вот щеточкой, и отеки с лица подсопадают. Я включаю ее на второй режим. Здесь их три режима. Вибрация. И по шкале мы видим, какой режим. Одно долгое нажатие – первый режим. Еще одно нажатие – короткое. Второй режим. И третий режим – супер глубокого очищения. Мы доочищаем с вами нашу кожу. Здесь щетка не вращается, нет. Она стоит на месте. И силикон очень мягкий, он не травмирует кожу. Он ее очищает очень хорошо. И за счет вот этой вибрации у нас параллельно происходит массаж. Что тоже очень круто. То есть два раза в день я ее использую на постоянной основе, и два раза в день даже такой легкий массаж получаю, кожа уже очень довольна. Это минимальные функции, но тоже невероятно полезные. Здесь есть таймер. Через две минуты она отключится. А что хотел сказать, вот сколько она у меня полгода уже. Я ее заряжала только один раз. Да. Представляете? То есть получается на три месяца зарядки точно хватает. Это очень удобно. Это безумно удобно. Не надо каждый день там ходить, заряжать, потому что у меня вот такие вот гаджеты, если честно, раздражают. Которые надо каждый день, даже раз в неделю. Потому что нужно идти искать зарядку. И будет лень ее искать, не захочется идти заряжать. Соответственно, гаджетом ты не пользуешься. А тут прям вот восторг, восторг и восхищение. Таким образом, мы с вами две минутки прорабатываем. Кожу нашу до очищаем по восходящим линиям с помощью щеточки. Овал лица не забываем. Опять же, это массаж. Легкий, приятный, который вот даже самый чувствительный коже будет приятен. И через две минутки у нас щеточка сама выключается. Мы знаем, что мы ровно две минуты поочищали кожу. У нас все средства, пенки, молочко, вот все сработали. Потому что, как говорят, пенка, молочко и так далее, такие вот продукты для умывания, им нужно на коже побыть не меньше минуты, чтобы проникнуть в те слои, в которые они могут проникнуть, и очистить все как следует. Теперь умываемся. Теперь наше лицо идеально чисто. мы можем приступать к, собственно, самой процедуре карбокси-терапии. Два шага нашла, третий не могу. Все, нашлись. Я люблю именно три шага применять все вместе. Я тогда вижу гораздо больший эффект без маски. Тоже очень круто, но мне больше нравится смазкой. Первый шаг у нас с вами выглядит вот таким образом. Артикул первый и второго шага, 0,2,94, они идут вместе. Это подготовительный этап. Размягчает роговой слой на поверхности кожи и удаляет омертвевшие клетки. Для чего нужна карбокси-терапия? Для очищения, соответственно, для молодости кожи, для того, чтобы разгладить мелкие мимические морщинки. Но опять же, все в комплексе. Правильное очищение плюс карбокси-терапия. Попробовать можно, знаете, я делала так. Девочки, мне некоторые консультанты тоже так любят. Через день ее делать. Через день на постоянной основе, пока не закончатся все эти три ступени. Вот тогда результат прям обалденный. Это, во-первых, для молодости кожи, для того, чтобы убрать мелкие мимические, разгладить кое-то, протонизировать кожу как следует. Она становится более упругая после процедуры. Давайте я буду пока наносить, что я стою, болтаю. Белый первый шаг у нас. И мы должны его нанести очень хорошо и помассировать. Почему? Потому что второй шаг у нас не должен с вами попадать на участки кожи без первого шага. То есть мы уделяем внимание прям всему очень-очень хорошо. Не должно быть пробелов в нанесении. Потому что если второй шаг попадает на кожу без первого, то есть там, где у нас пробел есть, куда мы его не нанесли, то это не очень хорошо. Ничего как бы страшного не произойдет, но так быть вообще не должно. Поэтому наносим тонким слоем, но вот так вот массажируя, чтобы прям вот все было покрыто первым шагом. У кого-то от первого шага уже может быть покалывание. У меня нет. У меня только после второго. Это очень хорошая система. Хотя нет, вот сейчас в Т-зоне есть легкое покалывание. У кого-то кожа прям бурно реагирует на эту процедуру. У кого-то нет. У всех по-разному. Тем не менее, это достаточно мощная процедура, которая может заменить салоны. Я наношу на веки. Да, я наношу карбокситерапию на веки. Обязательно. Мне нравится, как они потом себя чувствуют. Не прям близко к глазу, но тем не менее, наношу. Так, все как следует. Везде посмотрели. И теперь будет второй шаг. Второй шаг я люблю наносить на ванной. Почему? Потому что он стал после... Наверное, практически сразу после выпуска. Когда-то он был прям густым-густым гелем. А потом он почему-то стал жидким. Но тем не менее, эффект не изменился. Второй шаг – это гель-активатор СО2. Углекислый газ, да? На увлажняющий бальзам. Вот тот, что у нас на лице. Начинает выделяться углекислый газ. Вот почему как бы не очень хорошо, чтобы на чистую кожу без вот этого первого шага попадало. Происходит активация микроциркуляции, насыщение кожи кислородом, ускорение метаболических процессов в коже. То есть у нас здесь прям направление очень широкое вот этой системы. Шаг достаточно жиденький. То есть он, видите, течет не как водичка, но почти. Поэтому я люблю это делать над ванной. И вот так аккуратненько наносим его. Тут уже мы ничего не трём. Уже начинается хорошее пощипывание. Система начинает пениться. Тихонечко я вот так вот это всё делаю. Вот так. Видите, всё пениться начинает. Когда это выделяется, это идёт реакция химическая, настоящая химическая реакция. Карбоксотерапия – это вообще такая процедура. достаточно интересная и сложная химическая реакция. И выделяется кредитка. Аккуратненько везде наносим. Сейчас уже идёт такое лёгкое ржение по всему лицу. И тихонечко вот прям выдавливаю понемножку. Здесь уже мы ничего не массируем, не мазюкаем, а шагейте не перемешиваем. Второй шаг прям аккуратненько поверх первого должен лечь. Всё. И ходим мы с вами со вторым шагом, ноги где-то минут 10. Вот реакция вот эта заканчивается. В принципе, достаточно. По инструкции у нас даже 5-10 минут. Смойте или удалите салфеткой. Салфеткой либо спонжем. Вот не рекомендую умываться. Прямо как следует всё дело смывать. Вот рекомендую именно эту процедуру делать действительно. Убрать салфеткой. Либо спонжиком убрать, но не до скрипка. Прямо вычищать лицо после второго шага. Почему? Потому что я так вижу, вот больше эффекта, когда маска ложится. Вот именно может быть на какие-то остаточные явления после двух шагов. Результат вообще бомбический. Ну вот прошло минут 7, наверное. Я беру вот такой вот свой многоразовый спонжик. Я таким образом вытираю первые два шага. Готово. Кожа, если честно, уже себя чувствует вот просто великолепно. Вот просто великолепно. Прямо вот можно отмотать, даже посмотреть до и после. Потрясающе. Но тем не менее масочку ночную мы всё равно с вами... Почему ночную? Маску мы тоже с вами будем наносить. Просто на ночь я её наношу немножко по-другому. Если я делаю процедуру карбокситерапии с утра, иногда я и с утра её делаю, я наношу её плотным слоем, как обычную маску. А сейчас мы её будем с вами наносить и не смывать. Вообще, в принципе, даже плотным слоем, когда я её наношу, мне кожу её съедают после процедуры именно. Артикул 0295, потому что кожа очень хорошо очищена. Поэтому она съедает любой продукт. Кислородная маска с перфтордекалином, пантенолом и гиалуронкой. Насыщает кожу кислородом, активирует локальную микроциркуляцию, смягчает, увлажняет кожу. На 5-10 минут написано тоже. И удалить салфеткой. Но я удалять ничего не буду. Это вот такая прозрачная гелевая консистенция. Я буду наносить её, как ночной крем. Вы знаете, так вот тоже она работает очень-очень круто. И нам не нужна сейчас ни сыворотка, ни тоник. Ничего нам абсолютно не нужно. Потому что кожа получит всё необходимое вместе с масочкой. Можно вообще не бояться. Маска кислородная, никаких высыпаний. Потом на утро подкожниках ничего не возникает. Она абсолютно не утяжеляет. Она очень круто увлажняет. Поэтому я люблю вот таким вот способом, как ночную несмываемую масочку, её применять. А ещё мне безумно понравилось, потому что это всё-таки такая гелевая консистенция, делать своим, опять же, гаджетом, ради скин окна, массаж микротоками поверх этой маски. Вот прям супер-пупер. Знаете, по поводу аппарата, я вообще до сих пор с самых первых роликов, когда я его только показывала, когда у меня только появился, получаю комментарии, девчонок, положительные. Прямо все с такой благодарностью пишут. Спасибо вам за отклик. Спасибо, что спустя время свои отзывы оставляете. Мне это очень приятно, на самом деле. Смотрите, у нас с другой стороны с вами, с этой стороны у нас умывашечка. Здесь тоже есть кнопочка. И вот здесь у нас как раз уже с вами массаж микротоками. Первый режим – это просто микротоки. И вот эта поверхность, она нагревается. Второй режим – микротоки с массажем, который я люблю больше всего. Щеточка вибрирует. И вот третий режим, самый мой любимый летом, он как раз-таки включает в себя что? Здесь LED-терапия. Три раза нажимаем. Синим и зеленым излучением. Что мы получаем после такой процедуры? Здесь у нас идет еще тотальное очищение кожи, борьба с несовершенствами, постокное посыпание, пигментация, плюс охлаждение. Вот за счет этого охлаждения процедура невероятно приятная, особенно летом. То есть LED-терапия плюс очищение кожи, которая так и необходима в любое время года. А у нас сейчас с вами будет второй режим. Это LED-терапия красным светом, токи и массаж. Потому что щеточка еще в этот момент вибрирует. И вот почему мне нравится именно после третьей ступени карбокситерапии эту процедуру делать, потому что маска, она прям потрясающе пропускает токи. Очень нравится. Кстати, девчонки отметили именно вот этот режим, написали про него, что он их любимый, и что действительно таких токов, как в этом гаджете, они не встречали ни в одном приборе. Я могу сказать это тоже с уверенностью, что здесь они прям такие ощутимые, мощные. Даже прям мурашки бегут по голове, когда тело и шлоп. Делаем все по восходящим линиям, как всегда. Массаж мышц токами – это очень эффективная процедура на самом деле. И ощутимая, но какого-то прям сильного дискомфорта она не доставляет. То есть вы чувствуете действительно покалывание, вы чувствуете действительно ток, вы чувствуете как в направлении ваших мышц. Это все работает. И у нас тепло идет, у нас идет тепло, у нас нагревается поверхность, когда мы используем этот второй режим. Спустя 2 минуты сейчас тоже сработает таймер. То есть на каждый этап у нас с вами срабатывает таймер. И обязательно проходимся по этим мышцам, потому что именно здесь у нас так называемые мышцы злости, эти жевательные мышцы. Как хорошо, я люблю еще вот так немножко натягивать. Жевательные мышцы, мышцы злости, которые отвечают за нашу мимику, которые активно работают во время мимики. И отвечают за поддержку лица. Декольте. Тоже очень классно вот эти мышцы сбоку. Они тоже отвечают за поддержку лица. Все, таймер сработал, все проделали, все отлично, все замечательно. Ну вот и все. В таком состоянии моя кожа отправляется отдыхать. Завтра она будет выглядеть просто великолепно. Так же, как и сегодня с помощью таких процедур, с помощью таких гаджетов. Так, артикулы вам все назвала. Ссылочку на аппарат оставлю в описании к ролику. А сейчас мы с вами пойдем подробно разговаривать про новинки следующего каталога, а точнее про БАДы, потому что много было вопросов. Итак, поехали. Диночки Фиберли. Здесь у нас БАДы, и было много вопросов под видео, зачем нужен коллаген, зачем нужен антифунгал. Поэтому поговорим об этом. Я вам сейчас покажу. Мы с вами вместе разведем. Здесь 21 порция. Доступен к заказу уже всем. Всем скоро, совсем скоро. Значит, артикул его 158,76. Как он выглядит? Здесь зип-замочек, во-первых. Вся информация полезная. Она есть и на самой пачке, и в карточке товара. Но так как карточка товара не всем доступна, все хотят знать, зачем. Может быть, мне тоже надо, да? Вот такой вопрос, скорее всего, у людей возникает. Может быть, мне это надо тоже. В-первых, я придумала для себя удобный способ дозирования. Я взяла ложку от смеси Крис. Была у нас одна свободная. Это ложка 5 грамм. А нам нужно с вами растворить 6 грамм по инструкции. То есть, 3 чайные ложки без горки. Не хочет фокусироваться. Вот так. Нам надо с вами 6 грамм на 100-200 миллилитров воды. Я развожу на 200 миллилитров воды по утрам. Сейчас вам покажу. Сначала мы насыпаем... Но я считаю, что не критично, что я добавляю 5 грамм. Зато мне удобно. Я вот чайными ложками вот это вот не стою, по утрам не вымериваю. Набираем с вами порошок. Таким образом я набираю ложечку и высыпаю ее в кружку. Там же и храню. Наливаю 200 миллилитров воды. Здесь у меня сейчас 200 нету. Ну, хотя бы практически 200. Он не сразу растворяется. Он может вот такими вот комочками плавать. Поэтому я беру вилл. У кого нет ложки от смеси, мне кажется, такие ложечки мерные, они продаются на Валбереста где угодно. И вот так вот все это дело... Перемешиваю. Все. Главное насыпать сначала порошок, а потом наливать воду. Если вы наливаете воду, а потом насыпаете порошок, то этих комочков будет очень много. И выпиваем. Так, а теперь для чего нам все это счастье нужно? И зачем? Здесь у нас морской коллаген. По вкусу сразу скажу, мне он неприятен. Мне он неприятен, но не до тошноты. Но я его чувствую. Он слабо-слабо-слабо выражен. Это действительно не рыба, нет морепродуктов, аромат. Если принюхиваться, раствор не пахнет ничем. Абсолютно ничем. Но вкус все-таки он имеет очень-очень слабо выраженный. Вот почти без вкуса, но с намеком морепродуктов. Зачем нам это нужно? Кому нам это нужно? Во-первых, это белок. Это прям хорошая доза белка, который нужен любому организму. Так, что у нас еще? Стимулирует синтез коллагена, гиалуроновой кислоты. Это тоже очень важно, особенно возрастным девочкам. Это прям вот хоть на постоянной основе. Улучшает состояние кожи. То есть здесь у нас еще идет момент красоты. То есть отвечает за красоту и молодость нашей кожи, повышает ее эластичность, гладкость и замедляет процессы старения. Также волосы и ногти укрепляет, способствует повышению подвижности суставов, укреплению связок, уменьшению болевых ощущений, восстановлению, даже восстановлению девчонки хрящевой ткани. То есть я знаю, что в основном его не для красоты народ потребляет, а я знаю отзывы реальных людей, которым коллаген Фаберлик помог тогда, когда не помог доктор. Да, действительно, это так. И здесь именно мышечные и суставные боли, особенно суставные. Особенно суставные я слышала отзывы реальных людей, которых я знаю, и они спаслись именно этим препаратом. Так что дальше у нас идет? Регенерация ткани. Смешивать можно абсолютно с чем угодно. То есть вообще, только главное, чтобы раствор был холодным, пишут в карточке у нас. Дальше. Здесь у нас пептиды рыбного коллагена. Это натуральный компонент, и он максимально эффективно усваивается организмом. То есть это не химозный какой-то коллаген, который выведен искусственным путем, а он натуральный, и поэтому организм его принимает хорошо. Помимо коллагена, здесь у нас в составе еще с вами есть витамин С. Он здесь необходим, чтобы усиливать действие коллагена. Все, здесь у нас два составляющих компонента. Больше нет абсолютно ничего. Так что про коллаген мы с вами поговорили. Вот так вот выглядит водичка. Видите, ни комочков, уже ничего нет. Все растворилось. Давайте теперь побеседуем про антифунгал. Я уже начала его пить. В прошлый раз вам не показала, как выглядят капсулы. Сейчас все откроем. Вот так у нас с вами выглядят капсулы. Я принимаю одну штуку в завтрак, одну штуку в ужин. У нас с вами по одной дозе, два раза в день. Антифунгал – это безумно крутой продукт, который стоит у других производителей, стоил раньше на iHerb и так далее, просто бешеных денег. Теперь он появился в Фаберлик. Многие этого ждали. Показываю вам подробно состав. Уже в обзоре заказа показывала. Можете нажать на паузу и почитать. В пересчете вот громовочка. Тут все написано, все как бы понятно. И курс один месяц. Вот так вот у нас с вами. Сейчас посмотрим, есть ли в карточке товара рекомендации по тому, когда нужно его повторять. Что это? Это фитокомплекс. Чем он обладает? Бактерицидная активность в отношении дрожжевых грибов и другой патогенной флоры. То есть грибы. Грибы живут в нашем организме у всех абсолютно постоянно. И они размножаются, и они губят наше здоровье. Они оказывают негативные действия на нашу внешность, ногти, волосы, кожу и так далее. И еще они способны очень негативно влиять на работу внутренних органов. Поэтому я очень ждала такой продукт. И безумно рада, что он появился. Нужно взять обязательно еще в запасы. Так, что у нас? Грибок часто когда проявляется? Вот, допустим, даже взять молочницу, то же самое, да? Когда ослабляется иммунитет. И здесь у нас идет еще в составе укрепляющая, поэтому защитная функция организма и повышаются защитные функции нашего иммунитета. Это тоже достаточно важно. Так, в период приема добавки желательно ограничить употребление продуктов, провоцирующих рост грибов. Кандида – это хлеб из дрожжевого теста, сахар, сыр, кисломолочка. Ну, чтобы препарат работал максимально эффективно, если вы его применяете именно с целью лечения. Я думаю, если с целью профилактики, то как бы ничего страшного нет. Кисломолочные продукты, консервированные, маринованные и содержащие крахмал. Уменьшить потребление кофеина и алкоголя. Вот как видали. Так, кому показан, кому рекомендуется. В составе комплексной терапии грибковых заболеваний различной локализации, то есть ЖКТ, мочеполовая система, заболевания дыхательной системы. Очень часто у нас бывает кашель, и мы не знаем его причину. Мы его лечим, а вылечить не можем. Кашель, одышка там и так далее. А это грибы в нашей дыхательной системе. Такое бывает очень часто. Кожные заболевания, экзема, герпес, различные дерматиты. То есть мы опять же можем лечить аллергическую сыпь. А это совсем не аллергическая сыпь. Это у нас с вами грибок завелся. И он вот так вот себя проявляет. Вот так вот нам вредит паразит такой. Подходит для поддержания иммунитета в период сезонных вирусных инфекций. То есть это еще мощный иммуномоделятор. И эффективен в качестве элемента противопаразитарных программ. То есть любые паразиты. Не только грибковые инфекции, но и как комплексная терапия противопаразитарных программ. Это очень здорово. Значит, паудоарко у нас антагонистическая активность. Как раз в отношении грибов на первом месте. Здесь этот компонент. И повышает сопротивляемость к инфекциям. Здесь у нас лист оливы. Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными свойствами. И препятствует росту и размножению грибов. И даже патогенных бактерий. Здесь у нас в составе еще и хиноцея. Мы знаем этот продукт потрясающий, прекрасный. Она стимулирует иммунный ответ на воспаление. Повышает устойчивость к вирусным инфекциям. Здесь у нас с вами тимьян. Тоже очень потрясающий продукт. Он у нас с вами подавляет рост патогенных микроорганизмов и грибов. И стимулирует выделение желудочного сока. Обращайте на все эти моменты внимание. Прополис у нас в составе. Снижает активность патогенных микроорганизмов, в том числе грибов. Экстракт косточек грейпфрута. Прямое антипаразитарное и тонизирующее действие на организм. Улучшает пищеварение. Способствует устранению функциональных расстройств печени. То есть вообще продукт просто обалденный. Просто обалденный. Поэтому, конечно, пьем. Так, сейчас мы еще заглянем с вами в карточку товара. Посмотрим рекомендации по повторению курса. Есть или нет. В карточке товара нет такой информации. Просто рекомендуемый курс один месяц. Поэтому будем интересоваться у обратной связи, конечно. И как только узнаю ответ, я вам обязательно сообщу. А еще у нас есть отдельный чат в Телеграм по молекулярным БАДам. По молекулярным, по обычным, по частоте. Есть отдельный чат, где отвечают компетентные специалисты, врачи в том числе, на все подобные вопросы. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.